Мы приступаем к нашей с вами работе, и я постараюсь максимально доступным языком объяснить те клинические ситуации, которые возникают в жизни ряда онкологических больных, как правильно их расценивать и как правильно по возможности поступать в той или иной ситуации. Метастазы в кости могут развиваться у различных онкологических больных. Чаще с такой ситуацией могут столкнуться пациенты, страдающие раком молочной железы, раком предстательной железы. Может быть вероятность развития метастазов кости при раке щитовидной железы. С такой проблемой могут столкнуться пациенты, больные раком легких, раком почки. Но и при других локализациях с несколько меньшей частотой проблемы костного метастазирования могут быть актуальны. Вот, казалось бы, такой рисунок, но что хотелось бы сказать. В кости также происходит процесс обновления. Любая клеточка нашего организма, она рождается, существует и погибает, обновляется. На её место приходит другая. Такой же процесс происходит и в костной ткани. За строительство новых клеток в кости, в костной структуре отвечают клетки под названием остеобласты. Клетки, которые разрушают костную ткань, они называются остеокласты. И процесс, если говорить медицинским языком, резорпция, то есть остеолизис, разрушение костной ткани, он занимает достаточно, во временном отношении, например, месяц, от 30 до 43 дней, то восстановление костной ткани может занимать от 3 до 4 и 5 месяцев. Поэтому те из нас, которые сталкивались с переломами, даже не будучи онкологическими больными, понимают, что процесс восстановления и репарации костной ткани может занимать до полугода. И на костной ткани, в принципе, в нашем организме ничего не остаётся бесследно. Если мы пораним кожу, то на коже появится рубец. То же самое, если в кости появился костный метастаз, а об их характере, об их особенностях этих метастазов мы тоже поговорим, то на кости не проходит бесследно. На кости также может оставаться след от метастаза в случае его репарации. И почему так долго происходит? Потому что именно процесс восстановления это крайне... Легко разрушить. Мы сами прекрасно понимаем, любое здание, любой замок легко разрушить. Но восстановить кирпичик за кирпичиком – это достаточно длительный процесс. Итак, что же происходит в организме, когда в кость попадает метастаз? Так вот, процесс разрушения костной ткани, за который отвечают остеокласты, он активизируется. А вот те клетки, которые восстанавливают остеобласты, они не активизируются. Они не успевают так быстро восстанавливать возникший дефект. Но когда возникает костный дефект, вырабатываются факторы, стимулирующие все больше и больше созревание новых клеток остеокластов. И вот этот порочный круг, он замыкается. И надо отметить, что, как я уже перечисляла, те локализации, при которых достаточно часто бывают метастазы в костной ткани, так вот, костная ткань для ряда опухолевых клеток является такой вот почвой. И опухолевые клетки попадают, например, в костную ткань, достаточно начинают активно в ней размножаться, эти клетки. Ну вот здесь вот более наглядно, собственно, голубым цветом, цветом морской воды, цветовосприятие у нас у всех разное. Клетки называются, как я уже говорила, восстанавливающие остеобласты. И, соответственно, эти клетки, они, казалось бы, вот они существуют, работают. А вот опухолевая клетка, попадая в костную структуру, она, кроме своего существования, еще и вырабатывает факторы роста. И эти факторы роста стимулируют не только созревание молодых остеобластов, клеток, разрушающих костную ткань, но и, кроме того, опухолевая клетка стимулирует выработку ранг легандов на остеобластов. И вот эти ранг леганды начинают дополнительно стимулировать молодые клетки остеокласты, которые еще больше начинают разрушать костную ткань. Ну давайте мы уйдем к более понятному. Метастазы в кости бывают двух видов в основном, хотя могут быть и смешаны. Это остеобласты, остеобластические очаги и остеолитические. Но чтобы совсем было понятно, остеолитические очаги по структуре – это дырка в кости. А вот остеобластические очаги, это вот на рисунке нижняя часть, представляют собой вот такие вот на оригинограмме замеленные очаги, когда созревает такая вот хрупкая костная ткань. В этой ситуации стимулируются остеобласты, клетки ответственные за строительную костную ткань, но они не успевают качественно вырабатывать костный матрикс, и костная ткань становится вот такой вот рыхлой. А когда мы говорим об остеолитических очагах, ну условно говоря, когда в костной ткани отсутствует, ну по-другому так мы с вами говорим, дырка в кости, то в данной ситуации наоборот стимулируются клетки, которые ответственны за разрушение костной ткани, а эти клетки называются остеокласты. И самое важное, когда вот кость вследствие действия этих остеокластов разрушается, то вырабатываются факторы роста, которые еще дополнительно начинают стимулировать опухолевые клетки. Опухолевые клетки растут, начинают, и они же стимулируют работу остеокластов. Вот такой вот замкнутый круг. И наша задача, конечно же, этот круг разомкнуть с помощью различных методов, о которых мы тоже будем говорить. Вот буквально несколько слов об остеолитических метастазах. Я уже говорила, что данный вид метастазов, костных метастазов, характерен для различных локализаций, в том числе мы говорили о рак молочной железы, рак легкого, рак почки, рак щитовидной железы, но может быть реже, но может быть и при опухолях желудочно-кишечного тракта. Об этом тоже не надо забывать. Остеобластические очаги, когда возникает незрелая костная ткань, возникает, может быть, также при молочной железе, при раке предстательной железы чаще такие очаги, но и при других опухолях. Какие методы обследования могут использоваться? И что чаще всего, с чем сталкиваются пациенты? И очень достаточно в ряде случаев, и это закономерно, любому человеку, любой человек переживает о своем здоровье. Так вот, у нас есть два метода. Метод остеосцинтиграфия, метод позитронно-эмиссионной томографии. Это методы, особенно сцинтиграфии, скрининговые. После сцинтиграфии обязательно методы уточняющие. Таким являются рентгенографии, а сейчас все чаще мы используем магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию. Но давайте сейчас обсудим, что же такое остеосцинтиграфия, что это такое за зверь и когда его надо бояться. Сама процедура происходит следующим образом. Внутривенно вводится изотоп. И по накоплению радиофармпрепарата выявляют очаги накопления радиофармпрепарата. На основании остеосцинтиграфии не устанавливается диагноз метастаза в костную ткань. Остеосцинтиграфия является методом скрининговым. Он выявляет очаги накопления радиофармпрепарата. Поэтому, что я могу сказать об этом методе? Вы видите это на слайде. Это, конечно же, рутинный метод диагностики метастазов во всем скелете. Обладает высокой чувствительностью. То есть любая пролиферирующая костная ткань, будь то артриты, будь то наличие патологического перелома с костной мозолью, растущей, они хорошо кровоснабжаются и будут накапливать изотоп. И это прежде всего маркер остеобластической активности и увеличения кровотока. То есть хорошо кровоснабжающаяся костная ткань будет, конечно же, накапливать изотоп. А вот те пресловутые литические очаги дырка в кости, эти очаги не будут накапливать изотоп. И попросту в начале лечения такие очаги могут быть не видны на остеосцентографии. И вот та ошибка, с которой сталкиваются пациенты и очень сильно потом переживают, когда в начале лечения, ну, например, взять даже рак молочной железы метастатический, была выполнена остеосцентография, например, был один выявлен очаг, или вообще метастаза в кости не была выявлена, а потом через несколько месяцев, через полгода молочные железы, или на метастазах на коже, мы видим очень хороший ответ. И тут по компьютерной томографии мы видим очаги в костной ткани. Так вот, это всего лишь говорит о том, что те литические очаги, те дырки в кости, они не имели кровоснабжения, и на фоне проводимого эффективного лечения в них появилась молодая созревающая костная ткань, которая стала хорошо кровоснабжаться, и она стала привлекать к себе контраст, а эти очаги рентгенологически стали позитивны. И вот это вот ложное прогрессирование, которое в ряде случаев пациенты, получив на руки заключение, вдруг увидев либо увеличение количества метастазов, или же вообще появление метастазов в кости на фоне положительной общей динамики воспринимают это как за катастрофу, как это за прогрессирование. Поэтому все, что касается костной ткани, это терринкогнито для пациента, земля неизвестна, потому что здесь нужна грамотная интерпретация врача-онколога, чтобы не было неправильно расцененной данной ситуации. И обязательно очаги в костной ткани должны подлежать верификации. Только на основании остеостентографии метастазы в кости не устанавливаются. Это прописано в существующих рекомендациях по лечению костных метастазов. На данный момент это пока единственные рекомендации, расположены на сайте Росонковеб, это для врачебного сообщества. Мы очень надеемся, мы в этом году выступали общество русско, и к нам присоединились, к обществу русско присоединились другие сообщества онкологические, для того, чтобы на сайте Минздрава появились еще отдельные рекомендации, как существующие рекомендации по коррекции фибрильной нитропинии, чтобы при ряде таких вот появились и соответствующие рекомендации по сопроводительной терапии, которые крайне важны для коррекции сопутствующих осложнений, которые возникают на фоне проводимого лечения. Итак, дальше, что еще хотелось бы отметить, что рентгенографии, конечно же, или компьютерной томографии должны подлежать, мы сейчас говорим о рентгенографии, все очаги, особенно первичные очаги при остеоцинтиграфии, для того, чтобы мы в динамике использовали, оценивали, просматривали. Но что еще хочу сказать, что остеоцинтиграфия не используется как метод контроля за метастатическими очагами костными, если первичные уже установлены метастазы в кости, то дальше мы не используем этот метод для наблюдения за пациентами. Достаточно тех методов компьютерной томографии, грудная, брюшная полость, если там малый таз, для того, чтобы отслеживать маркерные очаги, так часто используют врачи такие термины, за очагами в легочной ткани, в печеночной ткани, там мягкотканные очаги, а костные очаги, они тогда значимы для смены лечения, когда они сопровождаются каким-то еще мягкотканным компонентом, тогда это более значимые очаги. А так динамика в костной ткани не всегда должна восприниматься, как, если она отрицательная, как истинно отрицательная. Магнитно-резонансная томография. К этому методу этот метод особенно чувствителен при изменениях в позвоночнике. И что еще от позитронно-эмиссионной томографии? Что это за метод? Это метод, который, ну, например, давайте возьмем позитронно-эмиссионную томографию с смеченной глюкозой. Когда в живую молекулу глюкозы инкорпорирован, вставлен внутри изотоп, и хорошо краснабжающаяся, размножающаяся любая ткань, в том числе, вот если мы говорим о глюкозе, лимфатические узлы, они могут поглощать глюкозу. Мышечная ткань напряженная может поглощать глюкозу. В печени может в норме поглощать глюкозу. И поглощая глюкозу, будет накапливаться изотоп. Поэтому тоже позитронно-эмиссионная томография, она, это метод, очень важен для диагностики, стадирования и рестадирования лимфопролиферативных заболеваний для динамики с золимфатическими структурами. Изначально этот метод так и использовался, и огромный прогресс достигнут лечения лимфопролиферативных заболеваний в эру ритоксимаба и в эру позитронно-эмиссионной компьютерной томографии. Но не стоит использовать метод позитронно-эмиссионной компьютерной томографии томографии для динамического наблюдения за всеми больными солидными опухолями. Здесь это не работает, и мы часто можем видеть ложно-позитивные очаги. Что мы хотим это отметить? И хотелось бы сказать, что остеосинтиграфия не используется как метод наблюдения за костными метастазами. Здесь предпочтительными методами может быть магнитно-резонансная томография или МРТ-скрининг, МРТ-диффузия. Чаще всего это может быть МРТ. Сама по себе магнитно-резонансная томография. Этот метод, который может использоваться и у беременных во втором и третьем триместре, так как не несет лучевой нагрузки. Но здесь, безусловно, нужно помнить о наличии металлических конструкциях. Об этом предупреждают в аэропорту всегда. Но сейчас те же самые порты, которые устанавливаются онкологическими пациентами, эти порты содержат или же какие-то импланты, в них написано. Их создание учитывается с возможностями в дальнейшем у пациентов применения магнитно-резонансной томографии. Об этом надо всегда помнить и учитывать. Что хотелось бы сказать? Мы сейчас с вами проговорили основные методы диагностики метастазов в кости. Мы сказали, что начинается все с остеосцентографии, но данный метод является скрининговым. На основании этого метода не устанавливаются метастазы в кости. Обязательно нужно рентгенологическое или МРТ или КТ подтверждение. Остеосцентография не является предпочтительным методом наблюдения за динамикой костных метастазов. Более того, появление новых очагов костной ткани не всегда является истинным прогрессированием. Чаще всего это полгода. Помните, мы говорили, аж до 140 дней надо, чтобы начался процесс восстановления костной ткани, появление новых очагов в ранее негативных очагах, невидимых. Это всего лишь прошло вот эти вот полгода, и эти очаги стали видны благодаря того, что они стали хорошо кровоснабжаться за счет того, что там появилась молодая костная ткань, и на нее стал, в ней стал накапливаться контраст, условно говоря, или же изотоп из кровеносного русла. Поэтому об этом нужно помнить. А дальше, когда мы уже знаем, что метастазы в костях есть, это хронический процесс, мы уже начинаем, если нам нужно оценивать динамику, то преимущественно по очагам маркерным измеряемым, это изменения в печени, в легких, в коже и так далее. Костными осложнениями, которые могут возникать на фоне изменения костной ткани, чаще всего это может быть болевой синдром на том или ином этапе, возникающий в жизни любого онкологического пациента, может случаться патологический перелом и ряд других ситуаций. Лечение пациентов с костными метастазами, это, конечно же, комплексное. На первое место выходит системное лечение, которое будет приостанавливать рост опухолевой клетки. Опухолевая клетка не растет, она не вырабатывает факторов роста. Эти факторы роста не стимулируют дополнительно остеокласты клетки, которые разрушают костную ткань. И все это равновесие между остеобластами и остеокластами выравниваются, и это дает возможность клеткам, остеобластам, восстанавливающим строителям, начинать кирпичик за кирпичиком восстанавливать поврежденную костную ткань. Кто же может помочь эффективно восстанавливать костную ткань? А помочь могут остеомодифицирующие агенты. Остеомодифицирующими агентами им относится залидроновая кислота, бифосфонат, и относится диносумаб. Это современное поколение, относящееся к моноклональным антителам, вводится подкожно, и препарат называется диносумаб. Конечно же, безусловно, в комплексное лечение также может входить и лучевая терапия, но она носит локальный характер для снятия болевого синдрома, и также может применяться хирургическое лечение, восстановление или же стабилизация, например, позвонков вследствие патологического перелома. Потому что нам надо четко понимать, что патологический перелом, например, это снижение высоты диска. И сила земного притяжения никто не отменял. И ни у одного лекарства нет ручек и ножек, и они не могут механически поднять или зафиксировать те изменения, которые произошли с позвонком. Поэтому здесь действительно нужна сила хирурга, те технологии восстановительные, которые смогут зафиксировать позвонок и уменьшить давление на нервные волокна. Поэтому только в комплексе мы можем достичь хороших результатов у пациентов с костными метастазами. Вот, собственно, здесь все написано на английском, но я хочу сказать, вот откуда появился диагноз остеомодифицирующие агенты. Раньше вы могли бы увидеть, доктора пишут, бифосфонаты. Но бифосфонаты – это только часть остеомодифицирующих агентов. Сюда также входят и бифосфонаты, и антиранклиганды. Бифосфонаты группы – это достаточно большая группа. А антиранклиганд – это, например, диносумаб. Основное действие остеомодифицирующих агентов – это же, конечно же, профилактика осложнений. Мы не ждем возникновения болевого синдрома у наших пациентов. И как только мы установили диагноз метастазов кости, мы как раз-таки для этого и назначаем остеомодифицирующие агенты, чтобы снизить риск развития костных осложнений, к которым и относится болевой синдром, к которым и относится компрессионный перелом. К этим же костным осложнениям относится, в конце концов, и лучевая терапия по поводу костных метастазов или какие-то хирургические вмешательства. Или даже та же самая гиперкальцимия, которая возникает вследствие повышенной активности клеток, разрушающей костную ткань, и в кровь попадает избыток ионизирующего кальция. Но чем отличается принципиально? Ость заледроновая, например, бифосфонаты, в частности, вот, например, на примере заледроновой кислоты, да, или же диносумаб антиранклигант. Чем они отличаются? Так вот, бифосфонаты, они работают на костной ткани. И взаимодействие происходит в следующем... У нас есть клетки-остеокласты, да, и вот здесь, соответственно, они активно связываются с кальцием костного матрикса и подавляют активность остеокластов. Другими словами, бифосфонаты взаимодействия с клетками-остеокластами разрушают костную ткань, не дают этим клеткам разрушать костную ткань. Если вот костную ткань, точнее, соответственно, сравнить остеокластов как с собакой, то этой собаке не дают съесть кость за счет того, что эти остеокласты не взаимодействуют эффективно с костным матриксом за счет бифосфонатов. А вот как работает антиранклигант, да, это мы, как договорились, это антитело. Так вот, на молодых клетках остеокластов, это клетки-предшественники зрелых клеток остеокластов, разрушающие костную ткань, есть ловушки, которые должны стимулироваться зернами, так называемыми ранклигандами. Но вот этот вот диносумаб является антиранклигант. Вот здесь вот, знаете, такие вот, видите, да, желтые, такие вот, желтые, я не знаю, как их назвать, антенки. Так вот эти, соответственно, диносумаб захватывает вот этот вот ранклигант и не дает стимулировать, и не стимулирует молодые остеокласты, которые должны расти. И в итоге остеокласт не созревает взрослый остеокласт и некому или нечему разрушать костную ткань. То есть, если остеомодифицирующие агенты, они действуют на самом, на самой кости, да, и то диносумаб не дает созревать остеокластам, и остеокласты не созревают и не разрушают костную ткань. Но какая особенность есть у залидроновой кислоты, в отличие от диносумаба? Для залидроновой кислоты описан противоопухолевый эффект, который не описан для диносумаба. Оба препарата достаточно эффективны. Об этом надо помнить. И нет ни у одного, ни у другого преимуществ друг перед другом. Но каждые препараты, по сути, важны. Но я еще что хочу заметить, что прогрессирование в целом в процессе в организме онкологического больного рано или поздно наступает. А наступает оно по причине того, что организм, как и все живое, защищается от тех ядов, которые в него поступают. Химиотерапия, таргетная терапия. Это все чужеродное для организма. И рано или поздно он начинает вырабатывать факторы, которые способствуют резистентности. Ну, как вот, например, на примере бактерий. Сначала пенициллин работает. Потом уже через несколько лет, когда мы пытаемся вернуться к этому же антибиотику, у бактерий вырабатывается резистентность, нечувствительность. Так и в организме онкологического больного появляется клон клеток, который нечувствительен к тем препаратам, которые могли длительно контролировать процесс. Поэтому в ряде ситуаций через несколько лет все равно возникает прогрессирование. Оно может возникнуть вследствие того, что не лечение неэффективно, а просто появились клетки, которые выработали факторы, не отвечающие на это лечение. Так вот, о чем сейчас я стала говорить? Здесь с остеомодифицирующими агентами немного другая ситуация. Когда возникает прогрессирование в организме, и в ряде случаев может возникать прогрессирование и в костной ткани, это не говорит о том, что, например, остеомодифицирующий агент или изолидронная кислота не работает. Это говорит лишь о том, что опухолевые клетки работают достаточно активно, и они с большей силой вырабатывают факторы роста, которые более активно начинают стимулировать остеокласты, клетки, разрушающие костную ткань. И возникает порочный круг. Вот эти клетки остеокласты с большей силой разрушают кость, а клетки остеобласты, которые должны восстанавливать, они не успевают ее восстанавливать. Это не значит, что изолидронная кислота, которая способствует тому, чтобы эффективно цементировать костную ткань и не давать, собственно, остеокластам работать, просто процесс не слишком активный. Но еще раз подчеркиваю, что при прогрессировании в костях не отвечают за это неответственная изолидронная кислота. Это всего лишь надо поменять системное лечение, снизится активность изолидронной кислоты, и, соответственно, снизится активность и остеокластов, и изолидронная кислота будет более активно работать. Поэтому вот те рекомендации, которые аж с 2012 года были отмечены, что подтвержденные метастатические очаги должны быть подтверждены и не назначаются остеомодифицирующие агенты только на основании остеосцентографии. Остеомодифицирующие агенты назначаются с целью профилактики костных осложнений, а не по факту возникновения костных осложнений. Мы не ждем, когда у пациента возникнет боль или гиперкальцемия, или патологический перелом, и только потом назначаем остеомодифицирующие агенты. Мы их назначаем с момента появления верифицированных, подтвержденных рентгенологически или КТ, или МРТ метастазов. И назначаются с момента диагностики и постоянно. Что еще хотелось бы отметить, что одновременно с... Так, у нас как раз на вопросы еще остается 20 минут, я немножечко переберу, сейчас ускорюсь, оставлю 10 минут на вопросы, но тем не менее, хочу сказать, что обязательно вместе с назначением кальция, вместе с назначением остеомодифицирующих агентов назначается кальций в дозе 1200-1500 мг внутрь и витамин D3 400-800 международных единиц. Что дают нам остеомодифицирующие агенты? Уменьшают частоту костных осложнений, удлиняют период до возникновения новых костных осложнений и снижают болевой синдром и потребность. Что хотелось бы отметить, еще очень важный момент, это остеонекроз нижней челюсти, как осложнение, редкое, но возникающее, как на фоне изолидроновой кислоты, так и диносумаба. Что хотелось бы отметить по поводу этих осложнений? Еще раз обращаю внимание, хочу проговорить, на что хочу обратить внимание, что пациенты, которые получают остеомодифицирующие агенты, должны обязательно хотя бы раз в полгода проводить санацию полости рта. Перед тем, как начать остеомодифицирующие агенты, нужно выполнить санацию полости рта. И не рекомендуется устанавливать металлические конструкции, которые являются сами по себе фактором возникновения таких осложнений, как остеонекроз челюсти. Итак, буквально, еще хотелось бы отметить, что сам по себе остеопороз, это разрежение костной ткани, является бичом всего человечества. Особенно с возрастом эта проблема становится крайне актуальным. И сгобленные старушки, которые мы часто в ряде случаев видим, это снижение высоты дисков позвонков именно вследствие развития остеопороза. Главный врач, враг женщины, это, конечно же, недостаток эстрогенов, и на этом фоне развивается остеопороз. И именно остеопороз возникает в период менопаузы. Метод основной, который используется для выявления разрежения костной ткани, это так называемая денситометрия. Денситометрия, рентгенологический метод с маленькой лучевой нагрузкой, позволяет сканировать практически все костные очаги по разрежению костной ткани. Мы можем судить о наличии либо разрежения, либо остеопороза. Препараты, которые применяются при лечении профилактики остеопороза, это как бифосфонаты, так и денсумаб. Залидронат, залидронная кислота, назначается два раза в год, то есть раз в полгода. Денсумаб, соответственно, также раз в полгода. Совет экспертов по Российской Ассоциации по остеопорозу, куда входят именно эндокринологи, а эндокринологи это те специалисты, которые должны заниматься и занимаются остеопорозом, эти специалисты отмечают важность назначения денсумаба при остеопорозе. Остеопороз возникает, разрежение костной ткани может возникать с того момента, как у женщин выключается функция яичника. Как на фоне назначения авариальной супрессии, так и, например, и у мужчин тоже может возникать остеопороз на фоне назначения агонистов гонотропин и релизин гормона. Вот это выражение достаточно четко, если препарат лишен побочных эффектов, следует задуматься, есть ли у него какие-либо эффекты вообще, потому что у каждого препарата есть свои побочные эффекты. Вот тот самый пресловутый остеонекроз в челюсти, который возникает на фоне остеомодифицирующих агентов, и хотелось бы отметить, что риск развития остеонекроза может быть как и на диносумабе, так и на остеомодифицирующих агентов, и еще раз подчеркиваю, крайне важно санация полости рта, исключена установка имплантов и консультация стоматолога каждые 6 месяцев. Для залидроновой кислоты после 6-9 введений возможно введение раз в 3 месяца. Для диносумаба такого подхода режимов деэскалации нет, таких исследований нет. Что очень важно для профилактики разрежения костной ткани, у пациентов, у которых нет, например, метастазов в кости, но что здесь надо помнить, что является профилактикой, это, конечно же, гимнастика, и это, конечно же, также прием кальция, витамина D3. Если нет данных за разрежение костной ткани, а если же данные за разрежение костной ткани есть, здесь назначается как диносумаб или бифосфонат, и кроме того, кальций и витамин D3, потому что если не будет витамина D3 приема, то не будет усвоения кальция. И здесь пациентам, которым профилактически назначается раз в полгода бифосфонаты или диносумаб, такие пациенты должны, конечно же, принимать кальций и витамин D3, и мониторинг каждые, если нет факторов риска, каждые два года, или же, значит, или же учащение более часто определения методом денситометрии патологии костной ткани. Но что я хочу сказать, что в настоящее время, благодаря достаточно активному применению остеомодифицирующих агентов, здесь мы у пациентов, например, если мы говорим, назначая остеомодифицирующих агентов, например, диносумаба, у постменопаузальных пациентов изолидроновую кислоту вне зависимости от менопаузального статуса с целью профилактики остеопороза мы убиваем двух зайцев, повышаем выживаемость и снижаем частоту разрежения костной ткани и патологических переломов. Мы говорили про эффективность изолидроновой кислоты. Ну и в целом, что я хочу сказать, что остеомодифицирующие агенты назначают с момента выявления метастаза в кости, остеосинтеграфия не является методом, устанавливающим этот диагноз, уточняющий методики тренингенографии МРТ и КТ. С момента постановки диагноза в кости назначаются остеомодифицирующие агенты, длительность их не установлена, до непереносимой токсичности. Изолидроновая кислота вводится и раз в 4 недели, 6 или 9 раз, затем в режим поддержки раз в 3 месяца. Для диагноза маба такого поддерживающего режима нет. И, конечно же, хочется всем нам и прежде всего онкологическим пациентам пожелать здоровья. И я сейчас попытаюсь ответить на все вопросы, которые у нас сейчас есть в чате. Продолжение следует...